Как раз у команды проходит взвешивание. Это, как говорится, мы удачно зашли. Вектор 17, команда карасики. Как это мы удачно зашли к команде. За граммой? Ну хорошо. Знаешь, есть такие вещества, которые граммы все решают. Да, удачно взвешивание в прямом эфире, это хорошо. Были бы вы чуть-чуть пораньше, но вы взвесили нормально, тоже отпустили. Но это не последняя, Костя. Я надеюсь, это второй день только, нет? Да, в принципе, только начался второй день. Сутки прошли плюс-минус, извини. Понятно, команда карасики снимается в соревновании. За пессимистическое настроение. О, за счет, за счет. От Саши Лазаренко, Кости Лазерко. Белоруссия, привет! Надеюсь, вас увидите у нас. Я не только, я многих надеюсь увидеть. Вам тут Кеша передает, что как команду назвали, то и ловите. Килло двести? Килло тридцать. Тридцать? Тридцать? Да. Граммы. Просто граммы. Это во сколько? Тридцать. Ну, что все сказали. Ну, давай, Костя, еще одна. Одна еще там, да? Один. А, еще два. По нулям? Три семерки. По нулям, давай. Костя, сыпется на вас лайки. Бесконечным потоком. Давай. Ребята, спасибо всем. Вот чтобы у нас рыба бесконечным потоком сыпала. А не карасики. Ну, такая... Да-да, мы соответствуем своей команде. У нас вот карасики все. У нас все мальки, да? Тебе пишут, Костя, увидимся. Лазерка. Вы бы уже назвали эти карты. Ну, сейчас перейдем на карты. Сейчас мы дождемся, когда команда взвесится и потом уже с ними пообщаюсь. Вам, кстати, передает Александр Зайдинер, что он вас перестанет кормить. Если будете так ловить. Передавайте Сашу. Плох был супер, просто супер. Он вас смотрит, что передавайте. Ага. Ну, я не знаю, как это происходит. А сколько было? 2500. 2500. 2500. Уже Hampидорона не понимает русских. Которые которые не знают русских. Нужно обрабатывали русских, на самом деле. А сейчас мы с ним постановимся из сетью. Что он самых крупных для того как мы называем, а его нет. Но мы говорим по русских. Солько? Харьков сейчас не смертельно, что дурим бетар ковыц, а за не ясно, кто вьет в Рига. Для тех, кто только что присоединяется, мы находимся в 17 секторе, команда Карасики, как раз удачно попали на взвешивание. Как говорится, борьба идет за граммы. Вот, ну пока все, как бы зачеты. Кеша, сейчас он тебе ответит, он же тоже смотрит. Это же румынов облавили, это карач. Это маленький карп. Нет, это усачь. Это не усачь вообще. Это карачь. Все мешки в орехе, да? Да. Фоткайте это, что вы хотели и все. Всем большой привет от Сережи Пескова. О, Серега, привет, Белоруссия. От Жени из Киева. Машканту, скажи уже для тех, кто не понимает слова Машканта, что это речь идет о ипотеке. Костя, Костя, ты все время забываешь. Все сфотографировали, все сфотографировали. Эти лица мы запомним. Ты с нами? Нет, я хочу услышать. А, идем в соседний сектор сходим. Я делаю вообще-то интервью с ребятами. Я думал, ты хочешь там тоже взлетать. Ну... Так, мы сейчас попытаемся сделать так, чтобы всех было слышно хорошо. Повесьте себе. Ну вот Костяку у нас толгал. А, вот. Не, давай Костяку. Во-первых, у нас Костя, это номер 17. И это легенда. Он новичок. Как Харламова. Как Харламова. Видели Харламова? Вот. Надеюсь привести удачу. Первый день уже принес удачу. Ну как? Как первый раз на таком турнире? Неплохо. Тяжело. Работаем, но неплохо. Самолеты не летают над нами. А, да, да. Это было ночью. Не знаю. У меня домик. Домик пытался превратиться в избушку из сказки и уйти куда-то в сторону. Когда начало на дно летать, это все. Ну он первый раз на соревнованиях как бы. Да, очень устал. Расправляется потихоньку. И старается. Молодец. Будущий спортсмен, я думаю. Ну растите, растите смену. Потому что, вы же понимаете, для сборной нужны молодые здоровые кадры. Высокие парни. Высокие, с длинными руками. Так, ну стройные это уже куда-то там начинаете. Уходь. О! О! Так. Я тут. Уходь. Знаешь, не хватает еще одного такого маленького черненького. Вон. Где? Спит что ли? У тебя. У тебя. У тебя. Ты глазки пришли. У нас там, кстати, тоже бегает в этом лагере, в офисе. Бегает один такой. Это талисман команды. Вот. Смотрите на талисман команды. Гранд, слово, пожалуйста, в кассу. Слово. Как вам косточки Кеннереда? Косточки Кеннереда. Ну, стараемся. Жарко. Будем бороться. Вопрос к вам. Вы готовы к вторнику, к среде? Мы стараемся, да. Будем еще укрепляться. Посмотрите, еще будем грёвки стоять. Будем еще укрепляться. Для тех, кто как бы не в курсе, со вторника на среду начинается здесь ураган с дождем, снегом, градом. Ну, в общем. Мы готовы. Короче, такой экстрим. Даже пускай минус 50 мы готовы. Мы будем тут. Мы никуда не уйдем, да? До конца. Не, ну то, что вы... О! Это же надо, как я удачно зашел. До конца. Можете вернуть. Андрюша, подержишь? Да, конечно. Нормально? Ребята, ну, как говорится, не часто такое получается, чтобы в прямом эфире застать прямую поклевку. Хотя мы не знаем. Что там за миска? Вот. 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 Это я просто в тенечек отхожу. чтобы не мешать командам. Аллен, шелом. Мы в сектор 17. Я все равно в русском. Но я все равно в русском. Но даже если я делаю это, это написано в английском. А может, в английском. Гранд. Гранд. Место? Гранд. 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 Пиша. Гранд. Пиша. Гранд. Пиша. Гранд. Гранд. Он не хочет. Гранд. Бегом. Гранд. 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 Работа на втором доме, да? Работа на втором доме, да? Да, это что я сказал. Пока 17 сектор тянут рыбу, 16 сектор взвешивают судьи. Но так как я не хочу бегать туда-сюда, поэтому пока мы побудем в 17 секторе. Ах, боюсь я обычно таких прямых эфиров. В прошлом году, по крайней мере, так было несколько раз, что я приносил, можно сказать, где-то неудачу. Даже на мне и дерева нет, чтобы постучать, а по голове как-то не очень красиво в эфире. Звук будет очень пустой. А, Костя кофе делать уже умеет. Ну хорошо, это главное, это первый этап. С этого и Кеша когда-то начинал. Ха-ха-ха, как помощник. Потом научился картошку жарить. Ну так потихонечку и стал напарником председателя. Так что всегда есть куда двигаться. Для тех, кто только присоединяется, и кто еще не знает о чем идет речь, это прямой эфир из 17 сектора, куда я пришел случайно, попал на взвешивание. И в итоге после взвешивания, когда мы брали уже интервью команды, внезапно произошла поклевка. И, да, Леша, да, да, если мне надо бывать такие проблемы. И команда сейчас как бы занимается привычной работой. Ну, Кеша, видишь, все-таки это как бы такие этапы большого пути. Вначале картошка, потом спать, потом опять картошка, потом в дверь не пролазишь. Я уже вчера в эфире говорил о том, что благодаря присутствию Сажи Зейдинера, который мент у нас в секторе, у нас в судейском лагере, не в секторе. Если вы там слышите какие-то странные звуки, это просто судьи сейчас, наверное, шлют фотографии, и они там где-то бибикают сзади. Так вот Саша нас так кормит, что просто я уже не знаю, как мы жить будем дальше. Интересно, когда приходят сообщения через WhatsApp, у меня по экрану пробегает волна. Не знаю, насколько у вас оно влияет на то, что вы видите или слышите. В отличие от прошлого года, когда я ходил просто с телефоном и делал эфиры, иногда были большие проблемы со звуком, потому что камера, то есть если микрофон на телефонах не очень, как бы, да, то я специально прикупил дублированный микрофон выносной, который подключается к телефону. И вот это сегодня сейчас первый эксперимент с ним. Вчера почему-то, когда я пытался делать эфир на Facebook, этот микрофон не сработал. А сегодня вроде работает нормально. Те, кто давно не был на Кенерете, посмотрите на линию воды вдаль и кусты в воде. Так вот, от этих кустов до воды, в принципе, вон где желтенькие поплавочки плавают, это все был еще берег полтора года назад. Вот так вот поднялся наш Кенерет. Ну, волна, тут как раз волны-то нет сейчас. Сейчас, вы же видите, совершенно тихая вода. Вот то, что будет завтра после обеда, вот это будет, скорее всего, волна. Тем более, что ветер-то в эту сторону будет, и накат будет очень хороший. Проблема не только для команд, это проблема для судей, потому что команды, многие не смогут держать нормально рыбу в мешках, их будут выбрасывать. поэтому судям придется попотеть. Ну, судя наши готовы. После того, как эфир завершится, и вечером, когда я выкачаю из Фейсбука эти эфиры, я их потом обрабатываю и выкладываю также на YouTube. Ну, там я, естественно, попытаюсь его сильно сократить, потому что все-таки очень долгое выважение, очень осторожное. Вы понимаете, да, каждая рыба на вес золота, каждый грамм на вес золота. Поэтому никто не хочет форсировать вываживание, даже если ощущает, что там не очень большая рыба. Называется он Boya. B-O-Y-A. Пока я тут с вами трепался, команда взяла рыбу. Я вам скажу, это очень даже, очень даже. Ну, ребята, я так боялся, что я принесу неудачу, но судя по всему, судя по всему, не, ну, это зачет. Наконец-то. Да, чуть больше кило, конечно. Костянович, на, на, мы разберемся. Свет, смотри, все. Костянович. Не буду я пока мешать команде. Вон вам Сережа Песков хлопает. Беларусь вам хлопает в ладоши. Да, там где-то пять плюс, наверное. В принципе, можете, хотя уже вроде говорили, что был еще один Big Fish на Лавноне, но мы не знаем какой. Это не наш Big Fish. Да, я понимаю, здесь должен быть такой, что не помещается вот-вот. У нас был, оборвал леску. Шо ты говоришь? Первый день. Так, леску проверяли? Она на клепсе стояла, она потянул, я в воду забежал. Не успел. Ну, понятно дело, никто не знал. Никто не думал, что рыба вообще будет. Иди вот сюда. Думали, что просто так посидим, отдохнем. Ну шо, сейчас судьи будут идти назад, им придется к вам снова зайти. Мы всегда рады. Судьи, да, это... Наливаем. Наливать мы не наливаем. Чего же я сюда пришел? Вставай. А? Болеют за вас. Народ болеет. Мы тоже переживаем. Кто справа прессингует, это наша рыбачка Оля. Которая у нас помогает иногда на кухне. Иногда, когда вот Саши Зайдинера не было здесь, она помогала готовить. Валера Рыбачок вам пишет, что вы круче всех. У нас где тортик? А, тортик, вот тортик. Я не тортик, я карась. Он тортик, я карась. Это не пружинники. Это... Это типа фидер. Как бы мне тут не навернуться из-за растяжек. Потому что команды основательно готовятся к урагану и очень хорошо растягиваются. Как всегда варятся здесь, я так понимаю, кукуруза. Шкварчит, как бы не сгорела. Дим, привет. Народ, вы поздно присоединяетесь. Мы уже заканчиваем стрим из сектора 17, в котором нам удалось заснять все, что только можно заснять, начиная со взвешивания судей, поклевка, ну и сейчас кормление. А, это Костик там подтягивает. Эээ... Дальше я пойду в 16-й сектор. Поснимаем у них. Хотя мы тут тоже как бы не особо успели пообщаться. Но не будем мешать людям. Пусть работают. Так что всем... Всем спасибо. Всем спасибо. До встречи, как говорится, в эфире. Всем пока. И для того, чтобы не создавать отдельные клипы, комбинации клипов, я решил добавить уже в конце этого видео стрима из сектора карасиков все те видеофрагменты, которые у меня собрались из их сектора. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok